Привет, мои сладкие, привет, мои хорошие тигретки, сегодня с вами снова я, Тигра Надя, и сегодня у нас такой внеплановый тигрмейл, потому что вечером я получила вот такое вот толстое письмо, да, и оно здесь уже начало рваться, и в общем я сразу открыла, посмотрела, что здесь, но я не стала открывать то, что внутри. Итак, это у нас от Марченко Анастасии из города Курска. Я очень удивилась, потому что, в принципе, вроде как я ничего и такого не ждала, может быть только просто письмо, но чтобы пришло такое, я, честно, даже, не знаю, в шоке огромном. Я догадывалась, когда открывала конверт, что здесь будет мейл фолдер, но я не думала, что будет такой. Это мой самый первый мейл фолдер вообще в жизни. Итак, была, во-первых, вот такая открытка, просто безумно красивая, безумно приятная, в моих любимых оттенках, вот таких вот нежных, постоянных тонах, и с такими красивыми цветочками, такой принт у неё очень нежный, и мои любимые блёстки здесь добавлены, просто, не знаю, такая красота, хочется её рассматривать. Здесь было небольшое послание такое, и вот такая вот, да, открытка. Далее, конечно же, самое главное, это вот такой вот мейл фолдер, мейл арт фо ю, и видно, что Настя делала всё своими руками, это акварельный рисунок. Ты очень красиво рисуешь, он просто вообще красота. Была скрипочка, я не знаю, где она была, но просто она выпала из конверта, поэтому я сюда её прикрепила. Итак, когда мы открываем, то всё вот так вот у нас выглядит. Просто невероятная красота. У меня нет слов, это настолько круто, это настолько приятно, красиво, и я не знаю. В общем, когда я смотрю на это, понимаю, что сколько любви здесь было вложено, и всё так подобрано по цветам, и с вниманием ко мне, к моим каким-то, не знаю, вкусам, наверное, потому что я здесь вижу всё, что мне нравится. Ладно, опять достойные сантименты, и давайте просто посмотрим, что здесь есть. Во-первых, здесь лежал вот такой вот мятный ваниль, чёрный чай. Было письмо с вопросами, и само письмо большое, очень я их почитала, кстати. Да, и я просто жду, не дождусь, когда уже напишу тебе ответ. Далее здесь были вот такие вот пайетки, цветочки, бабочки, которые я тоже ещё не вскрывала. Но, если честно, очень жалко это всё открывать. Опа! Вот так вот отлетела она, бабочка наша. Чтобы не потерять, я её положу сюда. И думаю, что всё это дело придётся скрывать канцелярским ножом. Давайте пока посмотрим, что у нас здесь. Здесь у нас разные наклейки. Вот. Опять же, так страшно что-то тут порвать. Так, что здесь было? Здесь был вот такой вот твити в виде марки. Затем вот такая вот вырубка вырезковой. А нет, смотрите, это наклейка. Кстати, первый раз вижу наклейку в виде вырубки. Морские приключения. Потом здесь вот такой астроном. Затем такая вот красивая, наверное... Да, да, вот так вот. Марка, наклейка декоративная. Потом такой чёрный котёнок. Затем хоквас. Потом такие вот совушки. Смайлики. Вот это вообще просто потрясающие наклейки. Я не знаю, где вы берёте такие. Просто не понимаю, где вы покупаете такие наклейки. Посмотрите, какие они маленькие. И они из... Забыла, как её зовут. Из моего любимого мультфильма. Это КТР Сократы. Дочка её. Вот. Так что вот такие вот наклейки. И вот такие вот. С оценками, кажется. Вот так они называются, наклейки. Всё-таки вот классные качественные наклеечки. Спасибо большое. Все, все, все пригодятся. Здесь идёт вот такой вот набор фетра мягкого, который можно тоже использовать во всех своих декоративных работах. И все цвета такие очень приятные, нежные, которые очень сильно мне понравились. Особенно вот этот вот нежно-розовый, оранжевый и, конечно же, фиолетовый. Ох! Итак. Итак, и так, и так. Еле-еле всё это вскрыто. И здесь у нас... Сейчас будем высыпать. Вот они, наши красивые-красивые бабочки. Просто невероятной красоты. Все-таки вот сиренево-розовые. Вот. Посмотрите, как они блестят. О, боже мой. Просто потрясающие. Таких я ещё не видела. Посмотрите. Красота. Просто дискотека. Блин, не могу. Спасибо большое. Это такая красота. А здесь у нас просто цветочки. Вот они, цветочки. Вот они прям вот сыпятся. Да. Сейчас буду всё собирать. Свою коробочку, где все мои пайетки. Но такой красоты ещё у меня не было. Не знаю. Просто прелесть. Посмотрите, как много. Вай-вай-вай. Там даже ещё есть вот места. Наверное, не видно, но есть там ещё. Потом будет ещё остальное. Так, а то у нас уже чай тут улетел. Подарочки я тоже открыла. Сверху. И, боже мой. О, вы только посмотрите на это всё. Правда, никогда не получала столько всего интересного. Именно, чтобы это был mail folder. Посмотрите, какая распечатка. Очень качественная. Это, кажется, лазерный принтер. Потому что оно всё такое фактурное. О, красота. Просто я не могу. Не могу. Какая красота. Всё так вот действительно подобрано. Будто бы человек знает меня. Знает, что мне нравится. И то, что будет действительно использоваться. А не просто лежать. Или любоваться. Да. Посмотрите, какая красота. Да. Это действительно лазерный принтер. Потому что невероятно качественная печать. Вот. Также здесь есть вот такие вот стикеры. И здесь тоже много. Кстати, только сегодня думала, что очень хочу купить с ананасами. Но у нас нет такого. И ты прислала. Спасибо большое. Так. Какая красота. О, боже мой. Я вот заскучиваю. Просто даже у меня слов нет. Смотрите, какая здесь вот вылезка красивых таких вот карточек. Окошек. Окошек. И последнее это намотки скотчей. Обалденные намотки скотчей. Во-первых, я не знаю, где вы достаете этот пластик, на который наматываете. И я бы тоже хотела где-то его достать, чтобы потом можно было так же наматывать вам скотчи. Очень классный. Вот этот очень красивый. Посмотрите, как он переливается. У меня, кстати, такого нету. Это, наверное, какой-то другой набор фэкспресса. Но именно вот такого цвета у меня нету. Он очень красивый. Вот этот у меня есть. Он тоже очень классный. Здесь тоже потрясающие скотчи. Все равно вот этот и вот этот. Да, с тематикой такой путешествий. Затем идет вот такой вот черно-белый. Здесь вот идет такой же с ушками, как на фолдере. Он очень красивый. Очень такой интересный. И, кажется, вот не могу понять, вот этот вот с чем. Тут тоже что-то такое интересное, необычное. И последний вот такой девчачий, красивый, нежный. Бежево-розовое что-то. В общем, весенняя тематика. Прям вот Рождество как будто бы. Но только нет. Просто весна и такие вот милые подарочки. Первое письмо, кстати, от Насти. И я не ожидала, что оно будет такое. Я не знала даже. Я думала, что будет просто письмо. Оказалось, что здесь целое, не знаю, набор для ведения дневника, для скрэпбукинга и всего остального. Вот. Здесь будто бы меня весна поцеловала. Да. Как такое, наверное, самый лучший подарок на 8 марта для творческого человека. Вот. И я безумно счастлива. Не знаю. Вот это вот меня очень радует. То, что оно вот так вот всё блестит. И всё это можно пощупать, потрогать, посмотреть, пользоваться, вклеивать. Да. Мне кажется, что будет ещё красивые шейкеры делать вот с этими красивыми пайетками. Это даже, не знаю, это как конфетти. Хотя, может быть, и пайетки. Их можно пришивать, кстати, здесь есть для иголки проём. Вот. И... О, боже мой. Я теперь даже не знаю, как я тебе отвечу, чтобы вот так вот всё сделать. И быть ещё лучше, чтобы тебя порадовать. Но дай мне, пожалуйста, время на ответ. Я постараюсь всё это собрать, тоже интересного. И первый раз в своей жизни сделать такой вот необмен. Ну, в общем, я хочу, чтобы тебе тоже было приятно. Потому что теперь я чувствую себя неловко из-за того, что всё такое классное только мне. И мне хочется сделать тебе ответное, приятное письмо. Может быть, это будет не мейлфолдер, но точно будет что-то интересное. Вот. Ещё раз всей хрестной. Спасибо большое за это прекрасное сокровище. Вот. И пока-пока.